В Омском кадетском корпусе 30 ноября прошел военно-спортивный турнир. По традиции кадеты и ветераны войны и военной службы почтили память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Соревнования, посвященные 118-й годовщине со дня рождения легендарного военачальника, собрали около 200 патриотов разных поколений. Очень значимые соревнования между ветеранами и кадетами. Именно то сочетание поколений, которые прошли боевые действия, ветераны и молодое поколение, которое готовится стать будущими офицерами. Более 10 лет на турнире проходят состязания по шашкам, шахматам, дартсу и стрельбе из пневматики. А сама встреча помогает не забывать славные военные подвиги прошлого и обновляет в памяти молодого поколения значимые даты и громкие имена. Транслируют истории участники тех великих событий. Омские ветераны, которые 13 лет назад инициировали проведение таких соревнований. Это день славы. А слава – это было прославлено Великой Отечественной войне. На полях сражений, которые ради своего Отечества, ради своей Родины, ради своего спасения его от фашизма, было правильное мужество, храбрость, стойкость, отвага. Во всех спортивных дисциплинах отмечались как личные, так и командные достижения. Из года в год команда ветеранов не уступает молодежи. Так и сейчас первенство в общекомандном зачете по дартсу, шахматам и шашкам одержали гости кадетского корпуса. Юным же защитникам Отечества удалось победить лишь в стрельбе. А после всех спортивных испытаний кадеты смогли пообщаться с ветеранами в неформальной обстановке. О их жизни спрашиваем, то есть где кто служил, воевал, какая судьба. Они у нас тоже, в свою очередь, тоже во многом интересуются. Каждый раз приходят гости не только на такие мероприятия, но и просто посидеть, мы их поим чаем. Все как один молодые кадеты говорят о важности таких встреч. Патриотическое воспитание молодежи лучше преподавать на живом примере. Участники военных действий и ветераны службы и на следующий год навестят кадетский корпус, чтобы вспомнить великую дату и прославить Отечество. Отечество.